В здоровом теле здоровый дух. Эту пословицу знают в любом государстве мира. В каждом языке есть свои аналоги. Особенно трепетно к этим словам относятся здесь, в России. Сотрудники Следственного комитета полуострова пригласили всех желающих попробовать силы в открытом турнире по гиревому спорту в одной из школ Симферополя. Такие соревнования уже проводили в столице, но в этот раз организация на порядок лучше. Количество участников увеличивается. Это пропаганда гиревого спорта в Крыму. У нас почетные гости приглашены. 12-кратный чемпион мира, Европы и России. Также приглашены рекордсмены мира, участники установления рекордов Гиннесса. Рекорды их до сих пор не побиты. Участвуют сегодня порядка 20 человек. Все они сотрудники правоохранительных органов. Кто действующий, кто на пенсии. Даже пожилые мужчины с сединой на голове наравне с молодыми толкают гири. Именно в этом заключается смысл турнира. Дать возможность попробовать силы и показать себя всем, кто хочет и может это сделать. Участники будут выступать в двух весовых категориях до 80 килограмм. И свыше, вторая категория свыше 85 килограмм. Они будут поднимать, не поднимать, а вырывать гирю 16 килограмм на максимальное количество подъемов в течение 5 минут. В Крымском министерстве спорта уверены, такие мероприятия необходимы в республике. Гиревой спорт делает человека сильнее и здоровее, закаляет характер и дисциплинирует. Кроме того, он имеет прикладной смысл в учебе и работе. Необходимо отметить, что данный вид спорта очень активно начинает развиваться, поскольку является частью национального достояния России. Это национальный вид спорта. И второй момент, гиревой спорт входит в программу сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Что также важно для выпускников школ, которые планируют получить дополнительные баллы при поступлении в различные вузы России. Сами спортсмены уверяют, гиря – достояние народа России. Прообраз ее – большое бревно или камень. Затем снаряд эволюционировал и приобрел свой нынешний вид. Славяне использовали тяжести, чтобы показать удаль, набраться сил для борьбы с захватчиками и улучшить необходимые здоровому человеку навыки – ловкость и выносливость. Гиревой спорт настолько интересен, настолько совершенен в развитии личности, что психологически, что физически, что морально, что этически. Что этот вид спорта даже ввели в один из армативов ГТО. Поменяли отжимания, кто думает выбирать, на поднятие гири – 16 килограмм. И это во всех возрастных группах. Говорит о том, что в принципе сам по себе гиревой спорт очень интересен и нужен. Противопоказаний для такого спорта нет никаких. Если человек здоров, то может начинать заниматься. Известны случаи, когда с помощью гирь поднимались постели и тяжелобольных людей. Это чудесный снаряд, уверяют знатоки. Именно поэтому он так нужен и полезен. К примеру, в сравнении с гантелями спортсмены, выполняя упражнения, задействуют гораздо большее количество мышц. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.